Двух одинаковых операций, говорит Павел Шнякин, главный нейрохирург краевой больницы, не бывает. За годы практики действия доведены до автоматизма. Больных с патологиями в головном мозге, инсультами, травмами тысячи человек. Но для каждой приходится продумывать план «Б». Если что-то пойдет не так, на решение остаются секунды. Сегодня мы выделили ножный сосуд и вот сюда наложили на него клипсы. То есть выключили аневризм из кровотока, сохранив при этом кровоток по самому несущему сосуду. Он буднично рисует схему операции, суеверно осторожничает с прогнозами. Говорить об успехе можно только после того, как женщину выпишут домой. Но уже можно сделать передышку. Пить кофе перед операцией рискуют немногие нейрохирурги. Боятся, дрогнет рука. А после не всегда находится время. Павел заведует отделением с 32 лет. Тогда же мужчина стал самым молодым доктором наук в стране. Он много работает со студентами и замечает, что нейрохирургия, в частности, и вообще изучение мозга даются далеко не всем. На анатомии мозг не очень любили учить все. Потому что мозг сложный. И если польские на анатомии все учили более-менее плохо, то что касалось мозга, там всегда 2-3 человека что-то учили, а остальные были такие дебри и не очень хорошо знали. И когда, конечно, говорят про нейрохирургию, сейчас студенты, они понимают, что это не то, что знает мозг, это очень много чего. В отделении нейрохирургии и краевой больницы Павел пришел на втором курсе. Ассистировал, когда разрешали. Еще мыл полы, окна, холодильники. Он видел, как отделение меняется. За 15 лет крупные клиники оснастили на совесть. Отечественным нейрохирургам под силу почти все операции. Вот бы еще денег больше выделяли на развитие отрасли. Однажды мне приснился сон, что у меня аневризма. И я помню, я проснулся, и я был в шоке, я был в панике, не знал, что делать. К кому обратиться, кто мне поможет. Потому что, когда на себе я испытал, хотя я могу о них часами разговаривать, читать лекции и так далее, я все знаю. Но когда мне приснилось, что-то у меня случилось, то и так во всем, наверное, что касается и проблем смерти, и жизни, и так далее. От профессионального выгорания у доктора Шнякина один рецепт. Нужно постоянно учиться новому. Это, кстати, помогает сохранить мозг в боевом состоянии до глубокой старости. Клавдий Стельмахович, Сергей Кашин, Афонтовы Новости.